Что у нас еще было на этой неделе классного, хорошего? Ну, у каждого есть свое что-то определенное, да? Ну, я знаю, что точно было хорошее общего у всех. Ну, например, что касается у нас рублевого сайта, так, поток кэш, то там появились уже накопительные потоки. Видели это? Кто вдруг не видел это, то объявляю сейчас. То есть на сайте поток кэш уже появилась графа с накопительными потоками. Итак, что такое накопительные потоки? Давайте напомним для всех. Это те потоки, которые предназначены для обеспечения надежного благополучия, надежного благосостояния в будущем. Вот, то есть там идет период от 3 до 25 лет, когда вы ежемесячно пополняете потоки, ну, а потом на протяжении аналогичного периода также ежемесячно получаете выплаты, но которые уже увеличены во много раз благодаря подтяжке Екарльси, которая есть в этом потоке. Вот, то есть сейчас, ну и вообще, я надеюсь, что все наконец-таки все больше понимают, что уже пришло время думать не только о быстрых деньгах, да, но и о долгосрочных перспективах, о своем будущем, которое будет не только через месяцы, а о своем будущем, которое будет через годы. То есть, ребят, нашему сообществу уже более 10 лет. Вот все, о чем говорил Дмитрий Васадин еще там в 13-м году, о мире, о проблемах мира, а вот тогда еще люди вообще не верили и думали, да, ну как такое вообще может быть, да, ну не-не-не. Сейчас все уже убеждаются, то есть сейчас кого не встречаешь, все говорят, боже мой, что же мы не слушали, когда нам говорил Васадин еще в 13-м году, в 13-м, 14-м, боже, что же мы не верили, что же мы не слушали, ведь сейчас же все это происходит, сейчас же мы все это проживаем, боже мой, сколько мы потеряли просто времени. Как мы сожалеем о том, что мы столько времени потеряли, Ведь мы могли так уже раскручиться за это время, а мы как-то вот так вот что-то там думали, ну да, ну хватит, думали только о сегодняшнем, ну и потоки себе не раскручивали сильно, ну думали, ну как бы достаточно сейчас, что там еще, зачем там нужно еще, ну как-то и команды там особо не строили, думали, ну как бы чем-то там другим занимались, а сейчас раз оказалось, блин, а чем-то другим уже нечем заниматься, а команды и нет. Поэтому, ребята, кто вдруг не задумывался еще о своих перспективах на будущее, что касается даже 25 лет, даже трех лет, потому что три года, за три года столько всего может измениться в мире, в жизни, в твоем образе жизни, в твоем занятии, в источниках, которые тебе дают деньги, да вообще все у тебя абсолютно может измениться. Вот, то если не задумывался, то самое время об этом думать. Ну и очень круто, что есть уже накопительные потоки, потому что мы знаем, что на платформе Cashflow Site там сейчас нет, ну и уже там определенное время не было возможности запускать себе потоки, в том числе и накопительные, и другие все потоки. И наши новички, которые приходили, они могли делать и только растущий поток. Вот, поэтому сейчас, ребята, я всех поздравляю с тем, что вы можете уже делать себе накопительные потоки, открывать. Кто знает, что это такое уже, ну вы наверняка понимаете, да, и вы уже точно подготовили себе уже почву для создания накопительных потоков. Ну вы, во-первых, знаете, как это пополнять, ну и понимаете, для чего вы это делаете, для себя, для своей жизни, для своей хорошей жизни. Ну и механизм все такой же, вы уже можете примерно сориентироваться в периодах, которые вы себе открываете, там, в зависимости от периода, в зависимости от суммы, которую вы делаете. В общем, в калькуляторе вы там все просчитываете, вам все считают калькуляторы, все показывают. И если вам вдруг могут казаться эти цифры, ох, как такое может быть, помните, мы как-то на одной из зарядок, ну еще там, еще как только появились накопительные потоки у нас, люди говорили, да нет, ну такого не бывает, ну как это, чтобы аж в 50 раз там было приумножение. Ребят, помните, что расчет накопительных потоков и именно расчет тех премий, которые вы будете получать, они уже все взяты с учетом всех инфляций, которые будут. Ну и, конечно, чтобы была выгода, да, и, конечно, если разумно использовать свои деньги сейчас, да, чтобы вы выгодно использовали свои деньги. Вот, поэтому не думайте, что это там, о, аж 50 раз это такое, это что-то нереальное, или, да нет, ну так не бывает, или это что-то космическое, а если нереальное, некосмическое, значит, какое-то неправдоподобное. Очень даже правдоподобное. Помните, помните, что, о чем, да, и что говорил Дмитрий в 13-14 году, да, очень правдоподобно сейчас все происходит и очень правдоподобна вся ситуация в жизни, очень даже, да. Сожалеем о том, что тогда не верили в сказки, говорили, ой, Дмитрий такие сказки рассказывает, сожалеем, что тогда не верили. Поэтому сейчас вы уже более умные, но у нас есть люди, которые точно умные уже и, знаете, обучены своим опытом, да, и своими правильным выбором, или сделал, или не сделал, так, поэтому они сейчас уже быстро умеют соображать, быстро умеют реагировать. Ну, а также у нас есть еще те новички, которые пока еще не знают этого всего. Поэтому, ребята, чтобы вы не теряли просто годы, и чтобы вы потом не сожалели, что вы этого не сделали сейчас, потому что вам вдруг показалось это неправдоподобным и таким каким-то заоблачно-сказочным, а знаете, что нам уже 10 лет, и мы уже все-все-все эти этапы прошли, и когда казалось сказочным, и еще как-то, и поэтому я от себя лично могу вам сказать, что делайте, просто делайте. Ну, а тем более накопительные потоки, это очень офигенно сейчас, что ты делаешь там определенные суммы, ты каждый месяц делаешь там какую-то для себя сумму, которую у тебя есть в свободных средств, ну, и ты ежемесячно можешь увеличивать, конечно, еще объем своих накопительных потоков, но и ты вот этот период, а время летит очень быстро, да, то есть что там, те 3, 5, 10 лет, 25 лет, время летит очень быстро, и по чуть-чуть, по чуть-чуть ты себе каждый месяц пополняешь накопительный поток, ну, и потом ты получаешь уже хорошие выплаты также ежемесячно, но которые уже увеличены во много раз. Вот, вот смысл накопительных потоков, это и для себя, это и для детей, мы же заботимся о детях, да, мы же хотим дать им основу в будущем их, да, в становлении уже взрослой жизни, такой вот, какой плоддарм, так, у каждого есть такое желание родителя, да. Вот у кого есть дети? Дети, племянники, внуки, так, вот мы можем им очень здорово в этом помочь, потому что, когда ты входишь в взрослую жизнь, немножко с таким уже плоддармом есть от чего отталкиваться, ну, тогда ты не теряешь времени просто на всякую чепуху, для того, чтобы просто получать какие-то подработки и заработки, чтобы просто выживать и было на что кушать, так. А ты можешь нормально использовать то время, ну, и для себя, для карьеры, для своего развития, ну, и вообще для всего того, что тебе будет тогда интересен тот момент, от чего ты будешь кайфовать. А может быть, у тебя уже будет очень хорошая такая основа, и вот, и ты можешь спокойно заниматься чем-то, что тебе очень сильно нравится, и даже не ради денег. Вот это, знаете, это вообще мечта просто каждого человека, чтобы деньги просто так были, а ты занимаешься тем, что тебе реально нравится, чего ты реально кайфуешь, что ты реально можешь сделать очень крутое, полезное для мира свои изобретения, свои шедевры, свои какие-то, знаете, ну, свое творчество, что будет классно для всего мира. Вот, а деньги у тебя будут просто так. Да, поэтому у каждого из нас гениальные дети, вы каждый видите в своем ребенке гениальность, и они каждые особенные. И я искренне желаю своим детям, чтобы когда они подрастут, они не вынуждены были ходить, зарабатывать на то, чтобы прокормить себя, а чтобы они делали и занимались тем, в чем они гениальны, а деньги у них были просто так. И я со своей стороны буду делать и дальше максимально все возможное, что я могу и что даже не могу, чтобы у них это было, и чтобы они были по-настоящему счастливыми людьми и рожали счастливых детей, у них были счастливые семьи, и все у них было, и было очень много-много радости в жизни. Ну и реально, чтобы они были по-настоящему счастливы. Вот. А деньги были просто так. Вот. Поэтому вот о чем накопительные потоки. Ну и, конечно, это еще и для меня лично, да, не только о детях, но и для меня лично, да, что будет через 25 лет. Ага. Хочется мне, вижу или я себя через даже 25 лет такой девушкой, которая хочет, чтобы у нее тоже были деньги. Так, да, видите ли вы себя через десятилетия, через 25 лет, через 5 лет в том состоянии, чтобы у вас тоже были деньги, чтобы вы не вынуждены были там где-то ходить на работу, подрабатывать, менять свое время, да, менять свою жизнь на подработке и проводить свое время где-то там, да, вот где не очень вам, а заниматься чем-то, чем, от чего вы кайфуете, да. Ходить в бассейн, например, для своего здоровья, для того, чтобы было хорошее настроение или потому что вообще это нравится вам. Учить другие языки еще, чтобы общаться с людьми все больше, да, расширять свой кругозор и общаться все больше с большим количеством людей. Да. Рисовать, танцевать, путешествовать в конце-то концов. Вот наш мир настолько прекрасен, настолько здесь много очень мест путешествовать. И невозможно сказать, что, ага, я уже там достаточно попутешествовал. Я, бывает, встречаю таких людей, которые говорят, ой, там уже путешествовались, уже все в мире повидали, да, ну там где-то там побывали, пусть даже там побывали в 50 странах. Вот. Но невозможно все повидать. И всегда есть столько прекрасного. Вот, например, мы сейчас же живем в Словении. Это очень-очень маленькая страна. Тут население на всю Словению там около двух миллионов, по-моему. Страна очень маленькая. То есть тут с одной стороны в другую объехать там, ну не знаю, там пару часов, и все, ты объехал уже всю Словению. Но мы вот так прикинули с мужем моим, что даже если мы будем один раз в неделю или даже там несколько раз в неделю выезжать в какие-то интересные места, которые мы сейчас себе уже составили список, да, таких, знаете, самых популярных мест, которые есть, да, в этой маленькой-маленькой стране, то нам даже не хватит двух лет. То есть, ну даже если мы там будем два раза в неделю там выезжать, да, ну как бы, чтобы там действительно провести там хотя бы два дня в этом месте, то есть один день ночевка и еще вот второй день, то нам не хватит даже двух лет, чтобы объехать те места, которые мы уже видим, которые мы хотим посетить. А по пути появляются еще столько других интересных мест, о которых ты не знаешь еще. Но ты там тоже хочешь побывать. Там абсолютно все другое, абсолютно разное, и тоже очень интересное, и тоже тебе это нравится. Поэтому я точно знаю, что не доедает никогда, это точно путешествие. И когда ты свободен, когда ты не вынужден ходить, проводить свое время на работе, а можешь это время проводить на дорогу, на перелеты, на машины, поездом, кораблем перемещаться, как ты там еще можешь, да, то путешествовать никогда не надоест. И когда ты не меняешь время свое нахождения на работу, а вот можешь свободно путешествовать, то очень важно, чтобы у тебя были деньги. Поэтому я рада, что сейчас на рублевом сайте открылись уже накопительные потоки, и каждый из наших участников может уже сейчас открывать себе эти потоки, не терять времени, не терять даже дня, и уже сейчас открывать себе потоки для себя, вот обустраивать, обеспечивать себе это надежное благосостояние в будущем для своих детей, для своей семьи, ну и для всех, вот кто с тобой, кто тебе дорог. Поэтому супер, классно, и вот эта неделя принесла нам именно это, да. Вам понравилось? Вы доволен? Ну сейчас особенно те, кто есть на рублевой платформе, ну максимально довольны, потому что вы можете это делать. Ну и, конечно, что ваши новички, которых вы регистрируете, тоже могут уже это делать. Ну и, конечно, что накопительный поток не приходит к нам без подарков, то есть мы видим, что сейчас есть на запуск себе накопительного потока беспрецедентные условия, это что с 30-го, ну вот со вчерашнего дня, как они появились, и по 7 июля, то есть целая неделя, при создании любого накопительного потока мы получаем e-currency в подарок, само собой, так, но и еще мы получаем лоты golden в подарок для участия в нашей лотерее. То есть на всю сумму, на сколько мы запускаем себе накопительный поток, то есть мы еще получаем лоты golden в подарок. Знаем, да, то есть сколько запустил, и вот на эту сумму тебе считаются golden лоты. Поэтому, ребята, время сейчас, что запускать себе как можно больше для благосостояния своего будущего, но и при этом, когда есть подарки, об этом мы уже много говорим, и я повторяться не устану, когда есть подарки, когда есть возможности, когда тебе что-то дают, бери это, бери это, бери это одной рукой, двумя руками, вы знаете, у меня есть такой интересный очень случай, может быть, когда-то, я даже найду это видео, когда, ну вы знаете, может быть, такие есть интересные традиции, когда вот там свадьба, ну это еще там были 90-е годы, когда моя старшая сестра выходила замуж, и как-то так, я продавала невесту, и мне, ну то есть приходит там жених, да, с шафером, ну и они же выкупают у меня невесту, я же их не пускаю, да, я продаю невесту, то есть они мне там что-то там выкупают как-то у меня, ну и вот они там начали со сладостей, ну и как бы такие, ну раз там что-то такое, ну типа все, да, ну типа такой, ну ребенка руки заняты, все, типа должна уйти в сторону, ну да, сейчас, у ребенка еще есть, у нее руки большие, у нее еще есть подмышку себе, раз, 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 да, ну а потом, ну а что такое сладостей, ну-ка давай-ка открывай свой чемоданчик, что там у тебя еще в чемоданчике, вот, поэтому, ребята, когда тебе что-то дают, вот, бери, и точно тебе этого будет никогда не мало. То есть это, наверное, такой самый был ухагательный момент, с момента выкупа, когда видео. Сначала, когда я была маленькая в детстве, и все так, когда смотрели, такие все говорили, ох, Ирочка, ох, даёт. И мне-то как-то так не нравилось, думаю, ну как же так, они вот про меня как-то вот смеются, что ли, вот как-то тут Ирочка, а потом я понимаю, офигенно, да, то есть тебе дают, так я уже даже в 6 лет там была такой раздуплена, тебе дают, стой, бери. Я точно не стеснялась, я точно стояла, и даже когда у меня уже всё-всё-всё было занято, ну я такая можно же ещё что-то дать. Вот в этом, ребят, дают подарки, дают тебе икаренсив подарок, бери, бери, сбери вообще сколько можешь унести, не стесняйся, не думай, что, ой, ну хватит, типа там, не нужно вот играть там роль скромняшки, ну как бы там и всё. Бери, бери, сколько тебе дают, дают тебе лоты голден в подарок. Офигеть, ребят, это лоты голден в подарок. Вы видели, какой там вообще голден джекпот, да? На кэшфоу, у кого ещё сейчас доигрывают там лоты, кто-то по 4 часа берёт сейчас ещё стабильно, а вы видите, какой там голден джекпот, да? А ну-ка, на секундочку, что там у нас сейчас? Офигеть. Ой, сейчас, секундочку, это 4 миллиона 427 тысяч 553 рубля. На сегодняшний день голден джекпот, блуд джекпот, 2 миллиона 951 тысяча 695, а классик чуть-чуть меньше 1 миллиона, на 885 тысяч, ну и тут ещё рублей. Ну, а голден джекпот 4 миллиона 427 тысяч 553 рубля, да? Вдохновляет 4 миллиона на то, чтобы получить их за подарочный лот голден? Вдохновляет? Поэтому, ребята, кто, это вот особенно новички у нас, почему я сейчас обратила, ну, как бы так более акцентирую, говорю об этом, потому что у нас много новичков появляется всегда, и вы не знаете ещё, да, что означает голд, лоты, когда в подарок, это вы участвуете в лотерее, вы получаете лоты в подарок, вы их заполняете, и вы претендуете на джекпот. Мало того, что эта лотерея беспроигрышная у нас, если вы вдруг тоже не знаете, вы по-любому выиграете, вы там выиграете как минимум точно 2 числа, ну и ещё вы легко можете выиграть джекпот. Ну и все, кто у нас счастливчики, которые получают джекпоты, ну это тоже реально, вот, например, ваш топ-лидер Юлия Якуня, она вот как раз вот, по-моему, Юля-то взяла тогда даже классик джекпот, да, но тем не менее, но тем не менее она была этому очень сильно счастлива и довольна, и я знаю, что эти денежки ей очень сильно пригодились, очень сильно, поэтому, ребята, когда ещё можно претендовать так на golden jackpot, ну вообще, вот, то есть, вот что мы ещё получаем за эту неделю, ну и ещё, кстати, обращаем внимание, что у нас накопительные потоки, то есть у тех, у кого созданы накопительные потоки на кэшфлоу, на платформе, то они будут тоже доступны к переносу чуть-чуть позже, сейчас вот, без дополнительных условий, вот, то есть всё, кто спрашивает, тут будет спрашивать про накопительные, когда перенесут, ребят, вот сейчас они чуть позже будут переноситься, ну и помните, что без дополнительных условий они будут переноситься, вот какие они у вас там есть, поэтому смело создавайте себе уже тут новые накопительные, чтобы у вас уже тут тоже были, ну и те ваши, которые у вас там уже есть, они к вам перенесутся, они к вам подтянутся, вот, поэтому, вот оно, поздравляю с этим, что здесь пишете, да, Валентина вот здесь тоже Карпов добавляет, что когда дают, бери, да, бьют, беги, дают, бери, и причем с радостью и благодарностью, да, согласна, вот Людмила пишет, а если я не планирую пока открывать накопительный поток, а переносить их с кэшфлоу обязательно, Людмила, ну конечно обязательно переносить, если у вас есть накопительные потоки в кэшфлоу, конечно, мы все оттуда перенесем, то есть конечно вам обязательно их переносить, а почему вы не планируете открывать сейчас себе накопительный новый, вам что деньги в будущем не нужны, ну, вот почему, вот мне даже просто интересно, когда вот человек говорит, я не планирую сейчас открывать себе накопительный или пока, почему, вам что в будущем деньги не нужны будут, то есть почему вы не планируете, нужны, конечно, или вам или что? Например, ну нет сейчас там финансов, чтобы открыть еще накопительный. Откройте небольшой накопительный. Через месяц у вас точно будут еще другие финансы, чтобы дополнить его. Вам его нужно пополнять только лишь через месяц. А сейчас вы еще получите ЕКРНС себе в подарок, лоты в подарок, еще можете выиграть в лотерею, и тогда вы вообще забудете о том, что у вас какие-то сейчас финансовые трудности или как-то не хватает еще на накопительный поток. То есть, ребят, мыслите чуть-чуть шире. Помним, что деньги это энергия вообще. Деньги... То есть, если вы себя где-то придумали, что вы ограничиваете, или если вы себе придумали, что я пока не открываю, потому что у меня пока нет денег открыть накопительный, у вас никогда не будет денег вообще ни на что. Ни накопительный ни на что. Или... Или говорите, ой, я пока там не куплю себе там что-то, потому что у меня нет денег. Никогда себе не купишь. Ставьте себе четкий план, что я куплю себе так-то, так-то, и деньги тогда появятся, и деньги придут. То есть чуть-чуть расширяйте, смотрите глубже. Можете сейчас себе запустить просто любой накопительный? Запускайте. Получите e-currency, во-первых, подарок, и получите лоты в подарок. А через месяц у вас точно будет, как его пополнить. А если вы сейчас себе не откроете, то через месяц у вас деньги не появятся. То есть если вы думаете, что через месяц у вас появятся деньги на то, чтобы открыть, не появятся, потому что вы сейчас делаете неправильные шаги для того, чтобы деньги появились. Но это, ребят, это деньги, то есть это жизнь наша, это энергия, которую мы к себе притягиваем, и она идёт, притягиваем и идём. Ну вы знаете прекрасно, как это всё работает. Поэтому делайте правильно, вот чтобы у вас работало это во благо, чтобы это работало у вас в рост. Делайте это правильно. Вот. Так, Вера спрашивает, а лоты в подарок на всю сумму, которую запускаешь до 7-го числа, или вообще-вообще на всю сумму? Ну на ту сумму сколько запускаешь? То есть, например, ты себе там открываешь, ну вот какой там, давайте калькулятор сейчас откроем ещё. секунду, сейчас. Ну вот, например, ты себе открываешь накопительный поток там на 100 тысяч рублей. Так? Ну 100 тысяч рублей, там чуть больше тысячи долларов, по-моему, так? То есть ты открываешь накопительный поток на 100 тысяч рублей. То есть ты получаешь на все 100 тысяч рублей лоты golden. Golden lot сколько у нас стоит? Тысяча рублей. То есть ты получаешь 100 этих лотов. Всё, ты открыл себе поток сейчас на 100 тысяч рублей накопительный, накопительный, и ты получил e-currency в подарок на всю эту сумму, и ты получил ещё 100 лотов golden в подарок. Это ты сегодня. Завтра ты открыл, ну, например, ты открыл там себе там на 25 лет. Завтра ты открыл себе ещё один накопительный поток на 100 тысяч рублей, но там уже там на 10 лет, например. И ты опять-таки получаешь на всю эту сумму e-currency в подарок и ещё 100 лотов golden в подарок на всю эту сумму 100 тысяч рублей, которую ты запустил. Потом после завтра ты запускаешь себе там на 3 года, например, там все там на 10 тысяч рублей. Ещё там один поток. Получаешь этих 10 лотов в подарок себе сейчас. Потом запустил там, например, уже там 5 июля, думаешь, что это я тут сижу так, запустил себе там на миллион, например, накопительный поток на любой период, кстати, во времени. И ты получаешь на весь этот миллион тоже лот и golden в подарок. Кстати, ты же можешь, в принципе, даже пополнить, то есть у тебя ты сегодня можешь создать себе там на 100 тысяч рублей накопительный поток. Завтра ты можешь как бы пополнить на второй месяц вперёд, да, то есть ты можешь его чуть-чуть наперёд как бы пополнить. Ну, это как бы я вам, ну, так, не надо вот прям так делать, да, создавайте себе лучше побольше лотов, точнее, побольше накопительных потоков, чтобы они у вас были, вот, чем один. Вы потом тоже будете сожалеть, что вы себе мало открыли накопительных, потому что вам всё равно будет мало. Вот, то есть вы даже можете пополнять наперёд и получать на всю эту сумму лоты golden в подарок. Понятно вот это? Да. Вот, всё. Так, вот Валечка нам здесь дополняет, что Дмитрий нас обучает очень важным вещам. То, что умеют миллионеры, простые люди даже этого не понимают. Да. Да, кстати, да. То, что умеют миллионеры, да, то, что они умеют делать, то, что они делают, то, что они всегда делают. Простые люди этого даже не понимают. Почему они так делают, зачем они так делают и вообще, а как они это делают. Поэтому, может быть, людям тоже некоторым непонятно, а что мы делаем, и зачем мы это делаем, и как мы это делаем, а почему мы это делаем, а почему мы открываем себе накопительные, а почему мы открываем себе много потоков. Да? То есть, ребят, хотите быть миллионерами, делайте то, что делают миллионеры. Хотите быть богатыми, успешными людьми, делайте то, что делают вот эти же самые богатые, успешные люди. Вот. Хотите, чтобы у вас были деньги, делайте то, что есть в кэшфлоу. Все возможные потоки, которые вы можете открывать, которые новые появляются, это все для вас, конечно, потоки. Вот, делайте. Вот, так, ну и, вы знаете, то есть классная такая вот у нас эта неделя, она много чего принесла нового, ну, как, в принципе, каждая неделя. Ну и вот, вы знаете, я зашла сегодня утром, мне даже, по-моему, вчера вечером так чуть-чуть пролистнуло, я видела, что топы опубликовали эту новость про накопительные потоки на канале поток кэш, естественно. Ну и там, кстати, вот есть функция, что ставить реакции, заходите, ставьте реакции обязательно. И есть функция комментировать, то есть заходите, тоже комментируйте. В комментариях вы можете писать ваши истории, вы можете писать, ну, то есть ваши позитивные истории, ваши позитивные какие-то случаи в жизни, то есть истории жизни. Вы можете это писать, и это будут читать другие люди. То есть, например, где-то вашу позитивную, вы можете даже там дублировать, что вы пишете пост, например, вот какой-то классный, да? То есть, например, вашу страницу вдруг не все увидят. Ну, это или новичок будет, он не увидит вашу страницу, или там, ну, там, соцсети не покажут там ваш пост, например, всем. А здесь в комментариях вы когда напишете, то вас прочитают другие люди, которые тоже зайдут, потому что на канале здесь только, ну, здесь нет лишней информации, здесь есть вот пост, так, от топов с информацией, там, ну, пусть он там несколько раз в день есть, то есть там нет такого, что там спамится лента. И поэтому очень легко следить за информацией, и потом можно смотреть комментарии. И в этих комментариях вы можете писать, вы можете писать свои истории, вы можете, ну, что-то публиковать, свои видео, там, какие-то вы делаете там картинки, еще что-то, с удовольствием это делаете, то есть вдруг вы не знали, потому что я вижу, что комментариев пока там не сильно вот прям активно, скорее всего, что вы просто еще не догадались, что там можно писать, например. Поэтому пишите, и это очень хороший инструмент рассказать о проекте, рассказать, как тебе здесь нравится. Я хотела бы сразу всем напомнить, ребят, еще, что у нас есть правило, которое касается абсолютно-абсолютно всех, да, это рассказывать, как тебе нравится в проекте. То есть я вот, знаете, когда зашла, вот, и сразу первый, ну, вот, пост, да, что запустились накопительные потоки, ты можешь себе сейчас там запускать себе. Через период, да, выбранный, вот, ты получаешь увеличенные во много раз выплаты. Сейчас ты можешь запустить накопительный поток себе с подарками. E-Currency в подарок и еще Lotte Golden в подарок. Накопительные потоки, которые у тебя созданы на кашу, они тебе тоже будут перенесены в ближайшее время и без каких-либо дополнительных условий. Вот, все, то есть офигеть, такой пост, вау, супер, класс, полетели, все, идет движение, класс, ждали, переносов, все там, ждали накопительных потоков, когда появятся. Так сразу в голове, новички сейчас могут открыть все накопительные потоки. И тут читаю первый комментарий, пишет некий Давид. Значит, остальные потоки будут с условием. Короче, что-то начинается непонятное. И тут же ему внизу некая Наталья тоже поддакивает. Мне так тоже кажется. И знаете, это я вчера вот вечером почитала. Ребята, то есть вообще, что у вас в голове? Что у вас в голове? О чем вы? Вот что у вас в голове? Как можно писать какой-то вот такой комментарий на офигенную новость, на офигенную информацию? Все, вышла офигенная новость. Все, давай, открывай шампанское, иди празднуй. А ты тут что-то пишешь. Ой, что-то начинается непонятно. Ага. И ты тут какое-то высказываешь что-то свое, какое-то гэ изнутри. Ребята, вообще что у вас? Понимаете? То есть, если тебе что-то не нравится в новости о том, что тебе и е-каранси подарок, и лоты в подарок, и твои накопительные, которые у тебя созданы, будут перенесены еще вот уже в ближайшее время, тебе это не нравится? Вообще, зачем ты пришел в проект? А зачем ты высказываешь свое вот это гэ в чате? Зачем? Значит, сразу объявляю. Давид, Наталья, заблокированы на месяц. И вот объясняю, почему. Ребята, у нас, и это просто уже надоело, и достали вы просто уже. У нас есть правила. Вообще простые элементарные правила. И вот правило, которое гласит всем, рассказывать, как тебе нравится в проекте. А рассказывать, как тебе не нравится в проекте, не надо. Если тебе не нравится в проекте, не заходи. То есть мы не просим у тебя твоего мнения, как тебе проект нравится или не нравится. Скажите, мы у кого-то спрашивали мнение, как вам проект, нравится или не нравится? Мы знаем себе цену, мы знаем цену своему проекту, и мы знаем вообще, о чем мы. То есть наш проект создан, чтобы улучшать жизни людей. И вот ты оказываешься в проекте, у тебя точно становится что-то лучше. Точно. А если ты человек ещё умный, раступлённый, то у тебя вообще всё становится лучше в жизни. Ты вообще живёшь офигенно, начинаешь жить офигенно. И вот есть правило для всех, которое касается. Это рассказывать, что тебе нравится в проекте и рассказывать, как тебе нравится в проекте, как тебе нравится кэшфлоу. Вы об этом пишите посты, вы об этом записываете видео, вы об этом рассказываете всем людям, которых вы встречаете. Вот правило рассказывать, как тебе нравится в кэшфлоу. Всё, мы больше ничего другого не просим. Просто ты сделал взнос, у тебя есть потоки, ты получаешь выплаты и просто рассказывай, как тебе это нравится. Не скрывай информацию. Не скрывай информацию, откуда у тебя деньги. У тебя по-любому спросят, откуда у тебя деньги, откуда ты себе позволяешь, откуда у тебя время, почему ты сегодня такой улыбчивый, почему ты такой довольный, а куда ты там поехал, зачем ты поехал, а зачем ты встречаешься с этими людьми, кто они такие. Не надо придумать какие-то там истории, сказки про какие-то там бизнесы, корпорации. Просто скажи честно, есть кэшфлоу, и мне в нем нравится. И можешь конкретизировать, что тебе нравится и как тебе нравится. А что-то там, и вышла офигенная новость, иди празднуй, вау, супер, класс, поток, можно запустить, сейчас скоро перенесу свои, кстати, если вдруг они у тебя созданы. Надо Давидовича, кстати, посмотреть, если у вас там что-то хочет, что переносить или нечего. Вот, все, празднуй, радуйся. А вот что там рассказываешь, свое какое-то мнение, ой, что-то начинается непонятное. И Наталья, да, мне так тоже кажется. Ребят, вас никто не спрашивал, во-первых. Во-первых, ну честно, никто. И вы можете что-то говорить о кэшфлоу и вообще упоминать где-то о кэшфлоу только лишь в ключе, когда вы говорите, как вам нравится кэшфлоу. И все. А если не нравится, не заходи. Вообще не заходи. И у нас вообще, вот таким шибко умным, у нас вообще не место. Идите работайте. Не заходите в проект. Зачем он вам нужен? То есть поймите, когда тебе говорят хорошую новость, иди радуйся. Вот и все. То есть тебе сказали хорошую новость, иди радуйся. Иди радуйся, иди рассказывай другим, и иди сам радуйся. Действительно, открой шампанское, отпразднуй это. И иди, открой себе поток, иди радуйся, что вот так офигенно, тебе рассказали классную новость. А ты какое-то там выливаешь говно из своей головы. Ребята, ведь когда у тебя в голове говно, живи с этим говном один. С нами, к нам не нужно идти с этим говном. На нас его не нужно выплескивать. Поймите это наконец-таки. Нам ваше говно не нужно. Живите с ним один. Мы вам даем все для того, чтобы вы радовались. Вам все дается для того, чтобы вы радовались. В этом мире, когда сейчас все друг друга кидают, все друг другу чего-то не дают, закрывают еще. Мы тебе даем все для того, чтобы ты радовался. Потоки, пожалуйста. Потоки на сегодня, пожалуйста. Потоки на будущее, пожалуйста. Твое хорошее благополучие в будущем. И для твоих детей, пожалуйста. Перенести потоки тебе из платформы Cashflow. Пожалуйста. Все для тебя. Вот. А ты выплескиваешь свое какое-то говно из своей головы. Оно нам не нужно. Ребята, меняйтесь. Поймите. Мы все здесь. Мы меняем свою жизнь. И все у нас в проекте и в сообществе, чтобы вы меняли свою жизнь, чтобы вы говно из головы выбрасывали. Вот. Поэтому будьте или один со своим говном, или, ну, вот где-то там, или меняйтесь и радуйтесь, и рассказывайте, как вам круто с Cashflow, и выплескивайте радость, как вам хорошо с Cashflow. Поэтому вы заблокированы. Заблокированы вы не потому, что, ой, что-то вы там написали не то или как-то не так, а потому что вы не меняетесь, и вы не хотите меняться. И, может быть, за этот месяц вы подумаете немножко, и что-то у вас изменится. Потому что пока до этого момента у вас, ну, что-то вот, вот что-то вот не складывалось. Вот. При том, что я знаю, что этот Давид, который написал, он точно где-то, он где-то был в каком-то из моем чата, и я его оттуда убрала, потому что он там тоже что-то свое выплескивал, какое-то недовольство. Давид, то есть вам нужно срочно с этим что-то делать. То есть то, что я вас удалила из своего чата, чтобы вы не выплескивали свое говно на других людей, у которых все хорошо, вы не поняли, да? То сейчас вот вы месяц посидите спокойно себе, и потом вот что-то поймете. То есть я это объявляю всем сейчас, обратите внимание, всем. Ребята, кто не согласен радоваться и менять свою жизнь, чтобы жизнь его была яркой, довольной, счастливой, чтобы он был, все, идите, вы не согласны с нашими правилами, где тебе нужно быть в проекте, открывать себе потоки, радоваться, что у тебя ты есть, рассказывать всем другим, как тебе здесь нравится, расти с проектом, усовершенствоваться, развиваться с проектом. Не согласен с нашими простейшими правилами? Иди, иди, все, тебе не с нами, иди, мы не хотим, чтобы с нами были такие люди, иди. То есть что-то не нравится? Не заходи, понимаешь? У нас можно только радоваться. Поймите это наконец-таки. У нас можно только радоваться, потому что всё, что мы тебе даём, это всё для твоей жизни, для хорошей твоей жизни. И если ты пока из головы не выбросил то говно, которое тебе мешает просто это видеть и понимать, это твои проблемы. И при том, что мы тоже делаем все возможные, чтобы этого говна в голове становилось у людей поменьше, и оно заменялось на другое полезное вещество. Вот. Поэтому сказано. Классная новость. Иди радуйся. Дальше сегодня утром прочитала комментарий, что тут пишет Анна Алексеенко. Анечка, не поняла, что ты здесь пишешь. Ну, вообще поняла, но как бы твой комментарий, значит, пишешь, у меня там был минимальный поток на 10 долларов, а теперь, чтобы его поддерживать, а минимальный сейчас тысяча рублей, то нужно вносить аж по 18 долларов через перфект. Вот. Аня, если честно, то есть ты этим своим комментарием высказала недовольство, что у тебя был 10 долларов, то есть тебе нужно было по 10 долларов пополнять, а теперь тебе нужно пополнять аж по 18. Вот. Анечка, смотри, пожалуйста, тоже вот одно из правил, которые у нас есть, вот когда ты открываешь правила. так, вот правила. Правила, по-моему, сейчас, сейчас номер 4. Я понимаю, что для получения максимальной выгоды от проекта мне нужно поддерживать уровень потока и пользоваться всеми возможностями, которые предлагает проект. Анечка, если честно, не могу понять, какие возможности от проекта ты испытывала и получала на 10 долларов. может быть, когда сейчас на 18, ты как-то чуть-чуть больше этих возможностей ощутишь на себе лично. Вот. Поэтому развивайтесь, ребят. Для получения максимальной выгоды из проекта поддерживайте свои потоки и развивайтесь. Когда вы сидите на каких-то маленьких суммах 10 долларов, тысячи рублей, там несколько евро еще, вы ничего не ощущаете о проекте. Поймите это. И вы тогда, конечно, вы не можете радоваться, потому что вам не о чем радоваться. Не о чем вам радоваться. Ребят, развивайтесь. И тогда вы начинаете что-то выплескивать из своей головы. Вот такие какие-то непонятные комментарии. Честно. Вот. Так что, ребят, все очень просто. У тебя есть офигенные возможности. Таких возможностей в мире просто нет. И ты их больше нигде не найдешь. Поверьте. И есть эти возможности. Бери и радуйся. И рассказывай, вот как тебе нравится. Все остальное рассказывать не надо нам. Нам это неинтересно. Мы все тебе создаем все условия, чтобы тебе было хорошо. И мы тебя еще всячески подводим, чтобы ты правильно же действовал. Лидеры всячески с тобой же работают, помогают. Топы всячески тебе же помогают, чтобы ты правильно действовал, чтобы ты поток себе открывал. Еще, чтобы ты получал существенные суммы уже, и тебе было о чем радоваться. Конечно, на 10 долларов ты нифига не будешь радоваться. И что ты тогда взамен будешь выливать всякое Г на нас? Нам твое Г не надо. Поймите это, ребят, нам ваше Г неинтересно, оно нам не надо. Но у вас есть шанс измениться. И мы хотим, чтобы вы изменились и тоже радовались, как и мы. То есть, поймите, у нас продвижение информации, суть проектов продвижение информации. И когда вы двигаете информацию радостную, классную о проекте, то у вас тогда всё классно. А если вы двигаете информацию о проекте какую-то свою, со своей колокольни, когда в голове непонятно что, то вы вот так вот непонятно как и живёте. А если вы уловили суть и двигаете, информацию и двигаете информацию классную о проекте, вы меняете полностью свою жизнь. Вот основа, ребят, вот что нужно делать, чтобы менять свою жизнь. Понимаете это? Двигаете классную информацию о проекте, и вы тогда свою жизнь очень быстро измените до неузнаваемости. И вы даже не успеете глянуться, как быстро у вас всё это круто получилось. Вот. Это такая заметка для тех, кто вдруг ещё не понял сути, как ему быстро менять. Пиши отзывы классные, пиши в соцсетях, говори о проекте всегда, дома говори о проекте, сам с собой говори о проекте и пиши, и радуйся, какой ты классный, какой классный проект, и будь в этом состоянии, да, информацию, двигай информацию классную, и ты тогда тоже свою жизнь делаешь классной. Вот о чём. Хотела вам об этом напомнить сегодня. Ну, вот такой вот раз попался такой случай. Спасибо, что напомнили, да, ну и делайте, конечно, выводы. Вот. Всё, ребят, всех поздравляю с прекрасной ещё одной неделей, всех приглашаю круто войти и в следующую неделю, в понедельник на новую зарядку. Посмотрим, что нам принесёт тот понедельник и как мы можем, но зарядиться на новую неделю нужно обязательно. Ну и помните, где вы, помните, что такое кэшфлоу, помните, для чего кэшфлоу создан, помните всё то хорошее, что у вас случилось в жизни благодаря кэшфлоу, двигайте эту информацию и двигайте вашу жизнь и дальше, и живите круто и счастливо, чтобы было меньше всякого, всякой чепухи в голове, а пусть у вас в голове будут классные добрые мысли и вы будете счастливы. Вы кузнец своего счастья. Мы и так делаем всё возможное, чтобы вам в этом помогать, но именно вы это делаете, поэтому, ребята, все за дело. Целую вас, обнимаю, люблю, спасибо, пока, до понедельника.